Цитрус. Гаджеты и аксессуары. Если не ошибаюсь, то с выпуском Samsung Galaxy Alpha корейская компания поменяла дизайн своей коробки и избавилась от деревянной текстуры. Теперь эта коробка более спокойного бежевого оттенка. За ней скрывается сам герой обзора, фирменные наушники, микро-USB кабель, адаптер питания от сети, смены наконечники для S-Pen и немного макулатуры. Внешний вид фабрита спустя год не потерпел кардинальных изменений, но безусловно стал лучше. Самое большое различие между Note 3 и 4 кроется в боковой рамке, которая теперь стала по-настоящему металлической, вместо пластика стилизованного под металл, как в прошлом году. Это создает очень интересную комбинацию между холодящей рукой боковой рамкой и приятной задней крышкой с текстурой под кожу. Samsung из года в год экспериментирует с текстурой рисунка на стекле передней панели. В этот раз лицевую часть смартфона украшают аккуратные полоски. Само стекло, кстати, немного закруглено по краям и уходит прямо в металлическую рамку, прямо как в iPhone 6. Такое решение производит очень приятные эстетические впечатления. На верхней части расположились разговорный динамик, логотип Samsung, датчики приближения и освещения, а также фронтальная камера, которая значительно увеличилась в диаметре по сравнению с предыдущим годом. Снизу находится неизменная, уже ставшая раритетной для Android-устройств физическая кнопка «Домой», в которую встроен сканер от початка пальца. По бокам от нее сенсорные кнопки назад и вызовами немного задачности. На левой стороне аппарата расположилась спаренная клавиша регулировки громкости, а на левой – кнопка блокировки. Обе клавиши металлические и имеют четкий ход. На верхней торце находится стандартный 3,5-мм вход для наушников, дополнительный микрофон и инстокрасно-датчик для управления телеком и другой бытовой техникой. Снизу находятся еще два разговорных микрофона, между ними расположился разъем microUSB версии 2.0. Само собой, в правом углу S-Pen – визитная карточка линейки Note. Задняя крышка фаблета избавилась от преслагоний фейковой строчки по периметру. Текстура под кожу также чуточку изменилась. Глазок камеры стал еще больше. А под ним, помимо вспышки, теперь появился датчик, который умеет измерять ультрафиолетовое излучение, сердцебиение, уровень стресса и насыщенность крови кислородом. В общем, в Note 4 спряталась небольшая медицинская лаборатория в рамках фирменной программы для снижения за здоровьем S-Health. Рядом с этим датчиком находится логотип Samsung. В левом нижнем углу – прорезь для динамиков со специальным подъемом, который не так закручивает звук, если смартфон будет лежать на столе. Сборка самого смартфона на лучшем уровне. Ничего не скрипит и не люптит, кроме S-Pen, который гуляет в пределах разумного в своем разъеме. Диагональ Super Amali Display Note 4 осталась такой же, что и в прошлом году – 5,7 дюймов. Однако разрешение выросло с Full HD до Quad HD – 2560 на 1440 точек, а количество пикселей на дюйм теперь составляет 515. Вся эта красота покрыта защитным стеклом Cording Gorilla Glass 3 с чудесным олеофобским покрытием. Многие пользователи считают такое разрешение в смартфоне излишним и в какой-то мере они правы. Однако в Note 4 откладочный дисплей есть действительно практический смысл – многозадачность. Так как фаблик поддерживает многоконтр-режим, то такое разрешение просто необходимо для четкого отображения мелкого текста и других элементов. Поэтому ругать компанию Samsung за простое наращивание цифры не совсем уместно в данном случае. В целом, картинка очень приятная, безграниченно четкая и насыщенная. Стоит отметить, что Samsung традиционно предлагает вам выбрать и другие режимы изображения, если вам понравы более спокойные цвета. Запас яркости у устройства очень большой, с этим проблем также не возникнет. При сильном наклонении цвета дисплея начинают радужно переливаться, поэтому углы обзора тут идеальны. Динамик на сольной части обеспечивает качественное звучание. Динамик очень громкий. Громкий настолько, что я бы не выкручивал его на максимум. Это вызывало дискомфорт при использовании. Ко всему прочему, теряется детализация звучания. Отдельно хочется отметить расположение самого динамика. Как бы я не пытался менять хватом, мне не удалось найти комфортной позиции, при которой динамик прикрывался пальцем. Но У4, как и другие флагманы корейской компании, традиционно появляются на рынок в двух вариантах. С процессором Samsung и Qualcomm. Первая версия, которая будет продаваться в странах СНГ и находится у нас там, рассочетает в себе комбинацию 8-ядерного процессора Exynos 5433 и графического ускорителя Mali-T760. Вторая версия оснащена 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 805 и графикой Adreno 420. Оперативной памяти в обеих версиях 3 ГБ. Но У4 с Exynos в повседневных задачах работает очень быстро. Все приложения открываются моментально. Камера запускается меньше 2 секунд, но самсунговский процессор не был бы самсунговским, если бы работал без нареканий. Фабрик изредка, но все-таки позволяет себе подлагивать. Это может происходить при открытии и закрытии приложений, скроллинге или перелистывании муни. Повторюсь, что такое случается редко, но покупая смартфон за 800 долларов, у покупателя даже у мыслях не должно быть, что его устройство может лагать. А как видите, оно может. В тяжелых играх не удивило то, что настройки графики не стояли на максимуме, а в Dead Trigger они и вовсе находились на минимальной отметке. Очень возмущенный, я даже не стал пробовать играть на низких настройках, и сразу выставило высокое разрешение графики. И значение по умолчанию оказалось не ошибкой, но 4 на максимальных настройках действительно иногда терял кадры, что очень прискорбит. Реал Рейсинг 3 и Асфальт 8, в свою очередь, идут без проблем. Немного не хватает оптимизации работы приложений в режиме «Окно в окне», иногда случается подлагивание при скроливании или смене анимации. В целом, при повседневном использовании Note 4 на процессоре Exynos работает шустро, но нужно быть готовым маленьким взялом производительности, о которых я рассказал. В этом году у производителей хорошо получаются наращивать характеристики своих аппаратов, особенно это касается разрешения дисплеев. Однако, емкость аккумуляторов увеличивается совсем незначительно, поэтому в этом году венгеры делают упор на быструю зарядку устройств. Note 4 – яркий пример этой тенденции. Разрешение экрана выросло с Full HD до 2К, а вот емкость аккумулятора всего лишь с 3200 мАч до 3220 мАч. Зато зарядка с 0 до 50% происходит всего лишь за 30 минут. В любом случае, на количество мАч заострять внимание не стоит, ведь автономность устроится на отличном уровне. При обычном использовании батареи хватает на 1,5-2 дня. Приходя поздним вечером домой, я ставил смартфон на зарядку, но при этом у него оставалось еще 30-40% заряда. При повседневной эксплуатации без ресурсоемких задач время работы экрана составляет около 6 часов. Результат очень даже приличный. Note 4 совсем недавно вышел в продажу на актуальной версии Android 4.4.4. Однако время летит быстро, и новая версия Android 5.0 Lollipop уже официально вышла в релиз. Точных сроков обновлений своего фаблида Samsung не объявляет, но, как правило, это не должно заняться много времени. Поверх Android 4.4.4 установлена свежая версия фирменной оболочки TouchWiz, которая из года в год становится красивее. Все стало намного светлее, прозрачнее и проще в оформлении. Элементы интерфейса избавились от архаичного объема и стали приятными глазами. Все приложения работают стабильно, ни одного вылета за все время тестирования не случилось. Samsung из года в год совершенствует возможности многосоточности на тонов линейки Note. В этом году кардинальных изменений в этой категории не произошло. Скорее изменился принцип взаимодействия. Если вы помните, то в Note 3 с помощью S-Pen нужно было нарисовать окошко любого размера на экране, а в нем открыть приложение. От данного способа в Note 4 решили отказаться, что меня несколько огорчило. Теперь вместо этого нужно проводить пальцы с угла экрана для того, чтобы уменьшить площадь приложения. Должен сказать, что это решение имеет право на жизнь, но реализовано оно совсем удачно. Так как экран фабрица довольно большой, открытие шторки и уведомлений в целях удобства рисуют как раз и угла экрана. И вместо того, чтобы открыть центр уведомлений, довольно часто случайно получается уменьшить приложение. С другой стороны, радует то, что увеличилось количество приложений, которые поддерживают такое решение. Однако надпись «Невозможно открыть это приложение в всплывающем окне» все еще приходится ввести довольно часто. Встроенный стилус и еще одна визитная карточка линейки Galaxy Note. В этом году он стал более функциональным и точным. Значительно улучшилось распознавание текста и немного изменилось меню контекстных команд. Здесь добавилась одна новая под названием «Смарт-выбор». Правильнее было бы ее назвать множественным выбором. Это лучше раскрыло бы суть данной функции. С ее помощью можно выбрать несколько элементов по сему смартфону, а затем сохранить в альбом вырезок или отправить в борт приложения в виде картинок. Из других нововведений S-Pen можно отметить безумно удобную возможность выделять фотографии в галерее. К тому же принципу, как это происходит на компьютере с помощью мышки. В прошлом году с помощью S-Pen можно было выделять текст. Однако такая функциональность была доступна лишь в стандартных приложениях Samsung. Теперь это можно сделать повсеместно. Разрешение камеры по сравнению с прошлым годом выросло на 3 Мп. И теперь в Note 4 установлен 16 Мп сенсор, который способен производить действительно качественные снимки днем. Если условия близки к идеальным, то вам и вовсе захочется сказать «Вау» в виде этого результата. Однако с ночными фотографиями у флагманов Samsung традиционно не очень. Если источников света достаточно, в условиях ночного города, к примеру, то изображение будет яркое, но вывески магазинов и ресторанов будут выглядеть просто как вспышки света. К осевому прочему, ночные снимки обладают большим количеством шумов и низкой детализацией. Стоит отменить, что режим живого HDR ожидаемо перекочевал из Galaxy S5 в Note 4. Снимки при этом делаются так же шустро, как и без него. Что касается технических характеристик, то снимки получаются в разрешении 5312 на 2988 точек. Видео записывается в 4К разрешении. Очень порадовало наличие такого режима записи, как плавное движение. Тут видео пишется в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду и смотреть готовый ролик сплошное удовольствие. Фронтальная камера существенно увеличилась в размерах, но неспроста, ведь ее разрешение с 2 Мп выросло до 3,9 Мп. Должен сказать, что снимки для нее получаются очень хорошими, причем в условиях как естественного, так и искусственного освещения. Разрешение фото 2560 на 1440. Приложение камеры выглядит аккуратным и на первый взгляд довольно простым. На деле все разнообразие параметров настройки разработчики спрятали за тремя точками на пенальке меню слева. Количество предустановленных режимов съемки существенно уменьшилось. Samsung предлагает скачать дополнительные в своем фирменном магазине. Samsung показала очень достойного последовательности Note. Устройство улучшилось буквально во всех параметрах. Выделить какую-то основную киллер фичу я не могу. Но общее количество больших и не очень совершенствований заставляет почувствовать разницу по стране с Note 3. Внешне аппарат стал более привлекательным, экран качественнее, софт красивее и чище. Смартфон сагат попросту вылезли до практически идеального состояния. За период тестирования у меня не возникало претензий к Note 4 за исключением периодических подлагиваний, причиной которого уже какого-то вряд является плохая оптимизация фирменного процессора Samsung Exynos. Я могу рекомендовать Note 4 к покупке, если вы уверены в том, что вы уже живете с большим смартфоном, и если вы выберете версию с процессором от Snapdragon. Спасибо, что смотрели наши обзоры на канале с сайта RoutNation.com. Меня зовут Фан Вильчин, не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на наш канал на YouTube и паблики в соцсетях. До новых встреч! Citrus. Гаджеты и аксессуары.